Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы на площадках разбираем фундаментальные события и смотрим, как они отработали себя по итогам предпоследней торговой сессии этой недели. И, безусловно, с акцентом еще дополнительным на события, которые нас ждут в рамках текущей торговой сессии, чтобы закрыть соответствующим образом неделю. Вчера, друзья, как только я закончил брифинг, обратил внимание на новости и тут же увидел резкий скачок цен на нефть. Хай, по сути, бренд составил 62-64. Еще раз в таких случаях приходится убеждаться в том, что хорошо все-таки принимать четкие решения. Если следуешь какой-то цели, там, в районе 60 долларов за баррель, то, достигая этого уровня, нужно фиксить результат. Конечно же, всплеск интереса к черному золоту, он был обусловлен новостным фоном, который сложился. Это, в частности, я думаю, что всем известный уже повод атака на танкера в Оманском заливе. Я думаю, что если вы торгуете нефтянкой, то точно уж покопались в новостях, которые связаны с этим. Очень свежи воспоминания, скажем, похожие случаи атаки на танкеры саудовского происхождения. Мы эту тему обсуждали около месяца назад. Тогда также США, собственно, как и сейчас, пены урта доказывали, что во всем виноват Иран, поскольку ранее еще до того, как в отношении Ирана вступили в силу санкции со стороны США, Иран допускал возможность перехода к тактике военных угроз в Ормазском проливе. И, в принципе, конечно же, с точки зрения логики, это оббилось с тем, что могло последовать в качестве действий со стороны Ирана. Но, как вы знаете, даже несмотря на все эти обвинения, в частности, ответственности за то, что происходило в плане атак на танкеры, тогда взяла на себя, по-моему, емельская террористическая организация. Сейчас, в принципе, также Иран молчит, ну, точнее, молчит, а отмечает, что не имеет к этому никакого отношения. Друзья, я считаю, что за развитием событий мы должны последить, потому что здесь не нужно приукрашивать, преувеличивать и преуменьшать значимость этого новостного фонда. Если Штаты все-таки хотят развязать очередной конфликт на Ближнем Востоке, они рано или поздно это сделают, и неважно, под каким предлогом. И если, в конце концов, сейчас, скажем так, доказательная база будет выстроена образом следующим, что Иран действительно удастся уличить в этом, то, скорее всего, у Штатов будет повод начать военную кампанию, сродни с той, которую мы наблюдали ранее в Ираке, уже вот в Иране. Поэтому в ближайшие дни, друзья, хорошо, что мы сделали цель 60 долларов за баррель, хорошо, что у нас был также хороший фон, чтобы оставить на снижение нефти, на фоне замедления темпов роста мировой экономики, и на фоне тех данных, которые мы получали от администрации аналитической информации. Но сейчас от нефтянки лучше держаться подальше. Если вы привыкли рисковать, друзья, и считаете, что в моменте нужно работать с тем новостным фоном, который есть, скажем, в рамках даже одной торговой сессии, то я бы все-таки порекомендовал, но в то же время дал бы еще и сопутствующую рекомендацию, ну, порекомендовал открывать длинные позиции, но все равно быть крайне осторожными, потому что это предприятие очень рискованным является. И, в конце концов, если эту тему с нападением на танкеры, собственно, удастся закрыть так же быстро, как в прошлый раз с танкерами Саудовской Аравии, мы вернемся к тому фону, на основании которого мы нефтянку все-таки продавали, поэтому позиции на покупку могут привести к большому убытку по депозиту, потому что еще буквально несколько дней назад я допускал, и, в принципе, где-то в глубине души продолжаю верить, что, скорее всего, мы будем впоследствии работать с очень затяжным нисходящим трендом. Серьезным новостным поводом и катализатором для рынка черного золота дальше будет заседание ОПЕК, оно состоится в конце этого месяца. От того, какое решение фактически будет принято относительно действия аналитического пакта, будет зависеть то, что произойдет с рынком черного золота уже до конца 2019. Но настолько далеко вперед забегать давайте не будем. Сегодня, кстати, идея о том, что рынок нефти может впоследствии в долгосроке просесть на фоне замедления темпов роста мировой экономики, может быть усилена после выхода слабых данных по промышленному производству Китая уже совсем скоро. Мы ждем, друзья, в 10.00 по московскому времени. Соответственно, видели слабые цифры уже и по Штатам, и по Еврозоне. Еще один лидер уже развивающихся стран может подтвердить тенденцию того, что экономический спад – это глобальная тенденция, которая в целом указывает на то, что спрос впоследствии на нефть будет снижаться. Но это опять же, друзья, мы об этих рисках долгосрочных тем более поговорим чуть позже. Пока что давайте сегодня сфокусируемся именно на событиях в Ближнем Востоке. Посмотрим, как будет строиться также и позиция Ирана. Еще раз призываю, если не хотите рисковать, проводить какие-то краткосрочные сделки, ждете снова хороший вход, то пока что держитесь подальше от рынка черного золота. Доллар иена 108.33 у нас продолжается флет. Я надеюсь, что очень скоро мы из него выйдем. Данные по инфляции мы разбирали накануне. Спад общего показателя до 1,8%. Еще доказательство того, что давление на инфляцию может стать стимулом для Федрезерва принятия решения о снижении процентной ставки. Сейчас на рынке лагерь трейдеров делится на несколько групп и обсуждают лишь только одно, сколько раз ФРС снизить процентную ставку. Я считаю, что, наверное, больше, чем на одно снижение рассчитывать пока не приходится. В общем, мягкая монетарная политика американского регулятора – это фактор давления на доллар. Но, учитывая то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, я считаю, что мы ни в коем случае не должны забывать и про геополитику, которая также является очень хорошим поводом для того, чтобы продать доллар против иены. Евро против доллара 1.1270. Как и ожидалось, вчерашние данные по промышленному производству разочаровали. Кристин Лагард, которая ослабляет Международный валютный фонд, вчера на конференции сделала заявление о том, что еврозоны вступают на путь очень затяжного экономического спада. Как мы работаем с этим фоном, я уже не раз говорил. Друзья, это свидетельство того, что монетарная политика Европейского центрального банка будет выстраиваться только с точки зрения позиции задействования более агрессивных инструментов экономического стимулирования. Поэтому по евро дорога открыта вниз. Ждем, пока этот сценарий будет реализован. Фонд против доллара 1.2671. Сегодня в 15.55 по московскому времени выступление Карни, друзья. И я считаю, что так же, как и уже мы услышали и от Федрезерва, и от Европейского центрального банка, и вчера, собственно, от Национального банка Швейцарии, Карни также может сделать заявление о том, что Банк Англии готов снижать процентные ставки и делать это довольно агрессивно. Я считаю, что при таких комментариях фонд сможет закрыть текущую неделю и торговую сессию поближе к уровню 1.26. Сейчас котировки 1.2671. Доллар-канадец растет потихоньку 1.3340. Я все-таки продолжаю ставить на то, что определяющим для канадца будут оставаться котировки нефти в связи с отрицательным сальдо счета текущих операций за падение нефтяных доходов. Пока что не будем уходить на перспективы канадского регулятора, того, что будет действие канадского регулятора по процентным ставкам. Смотрим за нефтянкой. И все-таки позиционно есть еще ощущение, что котировки могут развить нисходящую динамику. И доллар-франк, друзья, я предлагаю покупать прямо с текущих уровней. Вчера Национальный банк Швейцарии подтвердил намерение снижать процентные ставки при необходимости. В любой момент задействовать валютные интервенции, чтобы остановить приток средства именно в швейцарскую банковскую систему, в результате которой укрепляется курс франка. Укрепление национальной валюты – это угроза для экономического роста, поскольку едет показатель экспорта, снижается инфляция из-за того, что цены на импорт становятся дешевле. Но логика, мне кажется, железная. Мы знали, что Национальный банк Швейцарии будет именно так и действовать. Цель – как минимум закрепление снова выше притета. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.